Эта сумка весит как табун лошадей Ну что, поехали? Кстати, довольно уникальное здание и своей архитектурой Кучей граффити, его сносить одно время хотели, а потом решили все-таки оставить Оно построено по проектам конструктивистов И считается одним из самых странных зданий в Тель-Авиве Это похоже на что угодно, на арт-пространство, на музей Но только, блин, не на автобусную станцию Посмотрите, это центральная городская автобусная станция Нет, конечно, очень круто Я уже пятый год тут живу, но в этом здании до сих пор не ориентируюсь Я уже, наверное, минут... это стыдно сказать А минут сорок ищу автобус, который едет в Хайфу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Скотч, главное орудие видеомейкера ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эээээ! Сегодня мы в Хайфе, в студии команды мастеров Адреналин Крюк, где работает Паша. Паша опытный тату-мастер, и я просил вас, моих подписчиков, написать некоторые из вопросов, которые можно будет задать ему для интервью. И эти вопросы прозвучат сегодня в нашей записи. Привет, Паша! Расскажи, пожалуйста, как ты стал тату-мастером? Стал я тату-мастером, ну, не знаю, как-то среди друзей, там, были все в татуировках, были тату-мастера знакомые, как-то в этой сфере варился, потом пришел сам попробовать. В принципе, я в теории знал уже все, как это все происходит, вот, и начал по чуть-чуть что-то на себе, на друзьях. Первые татуировки ты набивал на себе? Да. А во сколько это было? Ну, это было как раз лет шесть назад, я думаю, все тату-мастера делают. То есть, сколько лет тебе тогда было? Мне тогда было лет двадцать пять, двадцать пять, да. А ты помнишь, что это было за татуировка? Это была, да, звездочка. Покажи ее. Вот эта звездочка, да? Да. Это была первая его татуировка, с которой все началось. История татуировки насчитывает тысячелетия. Доподлинно неизвестно, кто и где впервые стал наносить несмываемые символы и изображения на кожу. Однако с уверенностью можно сказать, что несли они сугубо религиозный и ритуальный характер. Насколько важен навык рисования в татуировке? То есть, должен ли быть тату-мастер хорошим художником? В принципе, должен быть. Это как бы неотъемлемая часть, получается. То есть, если у тебя нет художественного образования, ты можешь только копировать рисунок, который ты... И в основном это какие-то простые рисунки в плане те же самые иероглифы, трайблы, там, где особо художественных навыков не нужны. И... Но это большой плюс, если ты умеешь рисовать. Но все равно важна техника татуирования. То есть, ты можешь быть... Ну, получается, человек, который умеет рисовать плохо, он, в принципе, может стать хорошим мастером? Да, он может учиться. С каждым разом что-то он рисует, рисует, и получается что-то намного лучше. А скажи, в каких стилях преимущественно ты работаешь? Преимущественно... Больше всего люблю реализм. Так как это более интересный, сложный, и есть на чем подумать. А так, в принципе, я берусь за многие стили. А что бьешь чаще всего, что клиенты обычно заказывают? Там очень большой разброс в плане от каких-то маленьких буковок до больших портретных работ. Одни из древнейших изображений на коже находили при изучении пирамид. Некоторые мумии, возраст которых порядка 4 тысяч лет, уже имели эти знаки на коже. Случается ли так, что у клиента происходит истерика во время сеанса? Он теряет сознание или вдруг резко передумывает, начинает кричать, упираться? Как вообще действуете в подобных ситуациях? Да было практически все. То есть в последний момент отказывались от татуировки и падали в обморок. И были даже некоторые с приступами... Как это называется? Приступами эпилепсии. Да. Но я об этом узнал в последний момент. То есть парень надел наушники и выпил какие-то таблетки, которые он прописывает. То есть ничего... При эпилепсии нельзя бить татуировку? Нежелательно. Как мне сказал клиент, у него эпилепсия на монотонные какие-то звуки или на софиты мигающие яркие. Как звук машинки паснуть. Ну да, да. То есть он надел наушники, музыку врубил и сидел нормально. А чтобы кто-то терял сознание во время процедуры, передней и после? Бывало, это больше зависит не от боли, а от накручивания, что там это так больно, сильно, и организм весь устает, и тогда начинается вот это. Расскажи может о каких-то случаях. Был случай у моего напарника, у Саши, то есть мужчина пришел, делал татуировку, по-моему, все плечо, то есть полрукава. Полрукава. Решил встать и упал головой об мусорку, но в принципе ничего страшного не произошло. Ни кровотечения, ничего не было. Не-не-не, он очухался, попил водички, в принципе, и продолжили. Историю татуировки вообще изучать непросто. Большинство артефактов не сохраняется, ведь в отличие от картин или наскальной живописи, то, с чем работает тату-мастер, существует не дольше, чем человеческая жизнь. Быть может, есть какие-то рекомендации, как лучше подготовиться, если ты хочешь, чтобы тебе делали татуировку, предположим, на завтра у тебя сеанс. Что стоит делать, чего не следует делать? Лучше всего стоит это выспаться, хорошо, плотно поесть и желательно не загорать перед татуировкой, потому что это будет вдвойне больнее. Если это какой-то цветной рисунок, то тона, красок меняются и там уже непонятно, что получается. То есть это тогда потребуется еще один сеанс коррекции или какой-то доработки. И все, в принципе, и не пить. Помимо алкоголя нет никаких специфических требований, например, не пить кофе за два часа до сеанса или еще что-то подобное? Ну, это зависит, наверное, от размера татуировок. То есть здесь это какая-то работа 10-минутная, получасовая, что-то быстрое, маленькое, я думаю, это никакой проблемы. А если это крупная работа? Потому что там уже где-то после 4-5 часов уже все течет, уже невозможно работать. То есть человек просто отправляется домой и на следующий день или через время. С развитием мореплавания и открытия новых земель европейцы стали знакомиться с новыми, дивными, разукрашенными людьми. Церковь, правда, не отставала и быстро заявила, что татуировки – это плохо, ведь нанесение изображений на свое тело – это идолопоклонничество. К слову, иудаизм тоже не был в восторге. Только представьте консервативных европейцев, живущих в той эпохе. Они жили по традициям Старого Света и как, по-вашему, они могли относиться к людям, тело которых украшали замысловатые узоры, которые просто невозможно смыть? Тут спрашивают, как ты относишься к ультрафиолетовым татуировкам и приходилось ли вообще самому с такими работать? Нет, я с этими татуировками даже не сталкивался. То есть я видел на ком-то, на ком набито, но, не знаю, я не доверяю этой краске. Она выцветает вообще через время? Ультрафиолетовая, она, по сути, такого светлого цвета, как белая или какой-то кожаный тон, и она смотрится, как белая краска. Она похожа на шрам, то есть на светлой коже светлая краска, без контраста это смотрится убого. Но зато в темноте они светятся. Светятся, но, не знаю, составу краски такой не доверяю. Вопрос в продолжении темы. Как ты относишься к белым татуировкам и к шрамированию? Ну, насчет белых татуировок, это опять же, если делать полностью белую татуировку, она в итоге выглядит, не знаю, она не очень заметная, она не яркая. Это, я делал такие мандалы в белом цвете, в принципе, это выглядит, как салфетка на руке или как какие-то шрамы маленькие. Не знаю, мне она не нравится и неудобно. Возможно, это вариант для людей, которые не уверены, что хотят татуировку на всю жизнь, потому что ты ее набил, и через 2-3 года она полностью выцветит, следов не оставит практически. Или я ошибаюсь? В принципе, нет. Если не уверен, татуировку лучше ее не делать. Ты как бы сэкономишь время мастеру и себе, и деньги. Я не знаю, белая краска вообще используется только для подчеркивания каких-то бликов, что-то прям чуть-чуть, чуть-чуть. Так как при заживлении она не белая совершенно. То есть там какой-то цвет кожи все равно тон идет. Из личного опыта скажу, у меня 2 татуировки на руках. Вот, собственно, одна. Я не знаю, сколько будет вид, да вот вторая. Там есть в некоторых местах белые такие контуры, и они уже повоцветали. У меня этим татуировкам порядка 3 или 4 лет, я точно сейчас не вспомню. И за это время действительно весь белый цвет, который там был, он просто исчез. Теперь это цвет кожи. Сегодня татуировка утратила ритуальный характер. Вы больше не изгой, не такой, как все, если у вас есть пара-тройка наколок. Наоборот, в 2019 году куда проще выделиться, не имея никаких изображений на теле. Напишите в комментариях, как много у вас друзей и знакомых, у которых нет никаких татуировок. Насколько татуировку можно воспринимать как искусство? Ведь по сути тату-мастер, он с одной стороны как художник, постоянно создает какие-то новые произведения. Но в тату есть проблема штамповки. То есть ты каждый день, по сути, должен создавать новую работу. Художники так никогда не делают. Все-таки татуировка – это больше ремесло, это больше штамповка, конвейер или все же искусство? Как ты считаешь? Я думаю, что штамповка с искусством идет параллельно, потому что многие мастера, которые не позиционируют себя в каком-то определенном стиле, они делают все, чтобы содержать студию и так далее, и набивать руку. В плане искусства – это татуировка, когда татуировщик сам делает эскиз оригинальный, которого никого нету, сам рисует или делает на фотошопе, и тогда это искусство. А взять с интернета какой-то эскиз – это как купить какую-то вещь. Я думаю, большинство людей так и делают, просто приходят с готовыми эскизами. Часто ли ты предлагаешь перерисовать эскиз, что-то изменить? Как часто вообще приходят просто с готовой работой, со словами «хочу» – это? Очень часто приходят, в основном даже приходят не с эскизом, а уже с готовой работой фотографии. И я зачастую предлагаю сделать ту же самую татуировку, только с другими немного элементами в другом ракурсе. То есть смысловая нагрузка, если она есть, она остается. Например, тигр с часами и с розочкой. Можно просто взять другую розочку, другие часы и другого тигра. Чтобы была более уникальная работа. Она и уникальная, да. И можно подобрать какой-то другой ракурс, который будет объемнее, интереснее смотреться. Многие этого не понимают, но когда вы вбиваете в гугле «татуировка дракон» и выбираете одну из первых 10-20 картинок, которые вам выдает система, то если вы живете в крупном городе, будьте уверены, есть еще пару десятков человек, которые ходят с точно такой же татуировкой. Если приходите к мастеру, если это хороший мастер, попросите его немного переработать эскиз, какие-то элементы добавить. Вы и сами можете посидеть и подумать, что следует изменить в этой работе. Ты считаешь, татуировка должна нести какой-то смысл, подтекст или это все-таки, ну, больше как украшение, как браслет или бусы? Это на желание клиента. То есть, если он хочет вложить в него смысл, тогда можно вложить в него смысл. И если это не несет никакой смысловой нагрузки, то, в принципе, это тоже нормально. А твои татуировки, они просто для украшения или есть какой-то смысл в них? У меня такой микс. Есть какая-то интересная, может, связанная с воспоминаниями о чем-то дорогом, важном? Я не знаю, наверное. Я вот вижу у тебя логотип, у него логотип одного израильского бренда пива на бит. Ты, наверное, любишь это пиво? Любил, когда еще приезжал только в Израиль, попробовал. В России таких сортов не было, мне понравилось. Это очень популярное здесь пиво. Причем я делал в Москве татуировку, потом уже приехал в Израиль, и на каком-то паблике, по-моему, этого пива увидели фотографию, то, что у меня эта татуировка, спросили, это точно татуировка или так далее. А не наклейка какая-то. И выслали мне в подарок два ящика пива, чтобы они могли перепостить фотографию. Я не рекомендую так делать. Вам придется всю жизнь ходить с этими татуировками. Вспомним случай с Домино Спица, который недавно был, когда люди должны были набить логотип в виде двух таких кубиков. Вы наверняка знаете, как выглядит логотип Домино Спица. И они за это получали пожизненный запас пиццы. Так вот, оказалось, что сейчас у этих людей есть проблемы с налогами, потому что нельзя просто так взять и на всю жизнь подарить человеку пожизненный запас пиццы. В общем, если вы хотите набить какой-то логотип или какой-то символ бренда, 20 раз подумайте, стоит ли это делать. Но в основном денег не дают за это. Да, я не думаю, что... Это нужно быть каким-то медийным фейсом таким, которого все знают тогда, да. А так, в принципе, наверное, могут засудить за авторские права какие-то. Это хороший вопрос. А в контексте недавнего артикула 13, статьи 13 Европейского законодательства в авторском праве, о котором я рассказывал в одном из предыдущих роликов, как они вообще это будут оценивать, когда у человека есть элемент бренда на руке, на ноге, где угодно? Потому что, согласно этому законодательству, нельзя просто так взять и где угодно использовать. логотипы и другую символику. Логотипы и другую символику. Так, в общем, для других порах надо идти все ради контента очень важный вопрос очень серьезный альянс или орда наверное орда 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 как ты относишься к тюремным татуировкам и бывают ли клиенты которые хотят это набить к тюремным я в принципе никак не отношусь потому что у меня не было каких-то там тюремных татуировок в основном только переделывал встречались тюремные татуировки сделанные ну красиво нарисованы именно это потому что рука у художника была хорошая по качеству они все говно потому что они не краской делают и какими-то подручными средствами то есть это при заживлении это недолго и некачественно но если клиент тебе приходит показывает стандартную там картину с куполами и говорит вот хочу такое ты будешь использовать обычные техники или надо какую-то специальную краску искать которая дешевая плохая но выглядит также приходили люди которые хотели именно такой синевой вот эти вот расплывчатой татуировки но приходилось им объяснять что это они синие потому что это некачественная краска это все расплылось вот но делали татуировки как бы зоновский но немного в другой стиле их переводили например контил скул там купола сделать в олдскуле и так далее да делали такие но в основном их перебивают закрывают или вообще перебивают полностью скажи встречаются ли люди которые тебя осуждали за татуировки за называли сатанистом говорили а что ты в старости с этим делать будешь да почти каждый день такое наверное увидит и говорят но и мне лично говорили как бы я к этому вообще никак не отношусь в принципе в старости они будут смотреться как обычная старческая кожа только цветная очень важный момент послушайте мнение тату мастера я сам очень часто слышу аргумент что в старости твоя татуировка выцветит расплывется по всей коже и как это вообще будет выглядеть вот паша тату мастер нам сейчас скажет что же происходит с татуировками в старости лет в 70 ты ничего не подплываются расплываются будет какие-то пятна принципе их корректировать с какой-то периодичностью они будут нормально смотреться да и когда будет лет по 70 нам я думаю уже без татуировки будет странно смотреться старик 70 лет уже давно будет трансгуманизм чипы в голове я думаю последнее что будет вас волновать это татуировка бабочки на руке как часто приходят клиенты пожилого возраста и вообще какой был самый младший по возрасту клиенты самый старший приходит очень с разным разбросом возрастов то есть самый младший был по моему лет 15-16 это с родителями он до них ходили с родителями и с таким с такими детьми подростками лучше всего узнать точно ли хочет он татуировку потому что бывает многих клиентов я отговариваю это дело когда я вижу что это какая-то локая татуировка какая-то дичь да и чтобы потом проблем не было в будущем с этой татуировкой перекрывать закрывать и лучше десять раз подумайте многих я просто отправляю и не делаю со взрослыми очень много бабулек забивается много бабулек да причем на бабулек или вами жена рабулек то есть женщин пожилых добывали такие дедули на основном такие женщины возрасте интерес и причем они так отчаянно забиваются прям много татуировок делают да у меня из клиентов была одна женщина там порядка наверное 50-60 лет 60-70 даже сказал и она как-то сделала просто зашла сделаем маленькую татуировку и ее понесло на практически рукав вау то есть там мы по чуть-чуть по чуть-чуть и вот так вот забивались я думаю некоторые люди просто всю жизнь мечтают о татуировках и понимают что вот они уже лет 50 прожили а татуировок нет и просто наверное идут во все тяжкие ничего терять как отличить хорошую татуировку от плохой в чем разница с точки зрения мастер или тачке зрения техники мастера то есть вот ты смотришь два человека приходят 1 татуировка качественное хорошая я даже не столько правило сам стиль исполнения то есть но не про качество самой работы а про рисунок а другая условный part'aq вот что такое part'aq про такие это по сути некачественная работа то есть технически некачественные технически не крайне правильно исполнена во первых там например покрас какой-нибудь корявый не плотно прокрашенный который со временем это все выглядит кусками некачественные кривые линии это в основном на техника рисования уже это другой разговор есть ли какое-то дурновкусие среди вот татуировок ну то есть скажем так самые банальные примеры которые зачем ты это набил почему ты решил это сделать примера в принципе много самая самая попса скажем так самая попса это это идет как бы свинья моды какие-то периоды приходили например в 90 я помню еще приходили с этими трой балами все которые посмотрели я сам когда-то очень хотел набить трой был на самом деле хорошо что я не сделал этого потому что сейчас мне этот стиль очень не нравится были с полинезии маори вот этот орнаментал тоже показывали все с одной фотографии этого the rock который рестлер который фильм их снимается рок скала дуэйн скала джонсон и с его фотографии приходили и все как один хотели вот татуировку сейчас уже мода на маори ушла и так понимаю периодически приходит но последнее время я больше встречал таких которые разбираются в этом то есть эти закорючки в маори они в принципе там какой-то несут значение изначально и мне кто-то говорил кто в этом разбирается что вот это вот татуировка у рока там как бы исполнена история его семьи и все приходили делали историю 8 и зачем то то есть это как-то глупо смотрится углубляться там в эти понятия татуировок вопрос продолжение темы как часто приходится возможно тебе или кому-то из твоих знакомых бить татуировки смысл которых непонятен не тебе не клиенту например китайские иероглифы который клиент приходит говорить что это слово вечность но возможно если вбить google переводчики мы узнаем что это суп или лапша сейчас уже меньше срока приходит но было как-то до такой прям период когда все приходили но в основном отговаривал людей когда начинал тогда делал все подряд чтобы набить руку и так далее потом если встречал этих клиентов или они приходили за повторной татуировкой старался там перекрыть или как-то переработать уже свои старые партачки то есть у каждого татуировщика есть свое маленькое кладбище кто-то с чего-то начинал и Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Еще вопрос, который мне задавали Есть ли смысл в крупных городах сегодня, в 2019 году открывать свою тату-студию? Ну, наверное, имеется в виду больше все-таки Российская Федерация, Москва, Петербург Но, возможно, и другие крупные города Насколько высока конкуренция? В крупных городах высока конкуренция То есть там нужно наработать имя, чтобы тебя уже знали, тогда идет народ А такие средние работы, в принципе, это будет просто проходняк То есть лепить какие-то маленькие татуировочки Сделал, ушел, как в основном делают в туристических местах Рекомендую делать в туристических местах Потому что там клиент пришел, что-то маленькое ему ляпнули, и он ушел За качество никто не отвечает Да, в основном там качество хромает Насколько я видел, которые приходили с каких-то курортов Там маленькая какая-то дичь получалась Паша не особо занимается промоушеном И практически не рекламирует себя как тату-мастера Он мне сказал накануне интервью, что в его случае в основном работает сарафанное радио Расскажи, как это вообще устроено? Как так получается, что от тебя почти нет рекламы, но клиентов много? Ну, это тоже сарафанное радио Он сделал какому-то другу Он посоветовал другому, и так идет и идет Ну, размещаю какие-то работы, которые мне интересны В Инстаграм, в Фейсбуке И с этого тоже пишут Это тоже приносит клиентов, правильно? Ну, конечно, то есть ко мне приезжают с разных городов из Израиля То есть из Айлата и со всех концов Из-за границы, ты говорил, тебе тоже ездят люди? Да, приезжают из России, из Украины, из Канады, из Америки То есть куча народа приезжал То есть я правильно понимаю, что этот человек, который целенаправленно из России прилетел сюда, чтобы сделать у тебя татуировку А не так, что он просто где-то здесь был в отпуске и вот о тебе узнал? Ну, скорее всего, он и хотел татуировку, и как раз был в этом месте Он заодно и делал Были клиентки, вот бабули по 76 лет с Америки, которые записались за месяц, по-моему, до сеанса Я даже не вникал, кто это пишет, потому что там на аватарке какой-то мужик был с женщиной Вот, и приходят две бабули То есть через месяц, и класс-то забились Как часто тебе приходится делать татуировки, которые откровенно не нравятся? И часто ли ты отказываешь в подобных заказах? Делаю, в принципе, частенько, но отказываться не в моих интересах Потому что нужно студию содержать, во-первых Ну, пытаюсь как-то, когда показываешь пример, как должна выглядеть татуировка, люди соглашаются Потому что некоторые живут немного прошлым, и думают, что татуировка это армейская, более зоновская Да, какие-то силуэты, какие-то там линии прослывчатые И многие не видят в интернете, причем странно, в 21 веке Не видят очень крутые работы, в принципе, как фотография Очень много интересных мастеров сейчас Тем более, эта культура так набирает обороты Сейчас мы заклеим заживляющей пленкой EZ Реклама Потому что они не спонсорство дадут Как-то режим будут на халяву присылать Скажи, Паша, какие есть рекомендации по уходу за татуировкой Что-то, что не следует делать, как за ней ухаживать Рекомендации у всех татуировщиков свои, в основном Лучше всего использовать заживляющую пленку Чтобы не мазать и вообще забыть про татуировку при заживлении Около четырех-пяти дней Потом желательно в душе под мылом снять ее И помазать каким-нибудь увлажняющим кремом То есть я через четыре дня могу эту пленку снять? И принимаешь в ней душ Вообще, мы заклеили ее, все, можешь забыть про какой-то уход И все Мазать чем-то специальным? Можно увлажняющим кремом или Бипонтен Плюс А в случае, когда эта пленка не используется, что делать? В основном мажут Бипонтен Плюс Или продаются куча разных кремов Специально для ухода за татуировку Там выбор большой То есть это найти можно и в интернете Или в студиях продается в основном Ну, то есть в любую студию можно просто прийти и спросить Чего делать не стоит ни в коем случае? Не стоит свежую татуировку Мазать спиртом И алкоголь с содержащими всякими веществами Желательно не принимать, не ходить в сауну, не распаривать кожу То есть любое термическое воздействие? Да И бассейны, где содержится хлора Много хлора в воде Если люди моются дома под душем, горячая вода у нас лорка часто? Лучше прохладный туш Да, ну там небольшой процент хлора Так что это ничего страшного Понял? Все, готово С обновочкой Насколько до сих пор этот стереотип распространен? Что у тебя есть татуировка То ты что зэк? Почему ты это набил? Ну, встречается Меньше, но встречается Даже здесь в Израиле все равно еще есть? Да Ну, в Израиле просто немного такие 90-е среди женского населения В то же время, я вам честно скажу В Израиле татуировки есть, наверное Ну, если не у каждого второго, у каждого третьего точно Особенно среди молодого поколения Из людей, которых я знаю Не так уж много тех, у кого татуировок нет вообще Это редкость Расскажи вообще, как ты обучался татуировке? То есть, что ты делал? Какие шаги были? Для начала я купил какие-то китайские машинки Я знал, что они китайские Я знал, что они будут плохо колоть Но колол я на себе И в основном это YouTube Это Google Это вопросы у каких-то знакомых, друзей Кто татуирует уже достаточно давно Как вся информация есть в интернете Практически вся Для самых начинающих До каких-то там уже с опытом мастеров Есть куча информации То есть, ни на курсы, ни в какие специальные школы тату-мастеров ты не ходил Вопрос такой Как ты относишься к школам мастеров, к курсам татуировки? Насколько они нужны и полезны? Курсы, не знаю Мне кажется, они бесполезны Максимум, что там научат, это технику И нужно смотреть, если мастер сам понимает, что он говорит и что он делает И какой уровень мастера Потому что хорошие мастера, они вряд ли будут брать какие-то группы и так далее То есть, они могут заработать Ему нет смысла зарабатывать деньги татуировкой Ему интереснее сделать татуировку, чем каждому человеку объяснять то же самое по сто раз Поэтому советую просто самому начинать Если какие-то вопросы, то знакомым или к мастерам в городе Просто писать с вопросом Как здесь сделать, например, так-то, так-то Если татуировщик-мастер не закрысится, то, может, какие-то секретики расскажет Какие ты можешь дать советы начинающим тату-мастерам Или, быть может, тем, кто только подумывает о том, чтобы влиться в среду? Я бы дал совет подумать 300 раз, нужно ему это или нет Потому что многие идут в такую индустрию с такой мечтой, что там сейчас я буду делать татуировки И буду зарабатывать миллионы По сути, это совсем не так Особенно на начальных этапах это работать только в минус Так как у тебя нет опыта, у тебя нет хороших работ И к тебе в основном будут приходить или подешевые, знакомые Да, то есть бесплатно какие-то татуировки делать А оборудование, хорошее оборудование стоит достаточно недешево Какой вообще изначальный финансовый взнос, который придется сделать? Ну, сколько денег потратить для того, чтобы, собственно, начать работать? Ну, приблизительно Так, навскидку Ну, если взять хорошее оборудование, я думаю, около... Ну, не знаю, тысячи долларов Около тысячи долларов А самый бомж-эконом вариант? Ну, это, не знаю, тысячу рублей купить на Алиэкспресс-машинке Переходят? Ну да, но не делать это на людях То есть на какой-то искусственной коже, не знаю, апельсины, бананы Можно бить татуировки на апельсинах? Ну, ноги тренируются, чтобы рука не дрожала у тебя Потому что первый раз это всегда Ты можешь там на искусственной коже делать суперровные линии Там такие картины А когда приходит человек, особенно незнакомый И ты начинаешь делать, у тебя руки будут дрожать в любом случае Я теперь очень хочу видеть фотографию татуированного апельсина Как ты в целом относишься к искусству? И есть ли у тебя какие-то любимые произведения искусства? Быть может, любимые композиторы, художники, любимые кинорежиссеры? И насколько, по-твоему, татуировка вообще искусством является? В принципе, я близок к искусству, раз я делаю татуировки Это, в принципе, искусство, когда делаешь какой-то рисунок Который никто до этого не делал И он выглядит оригинально и красиво, в принципе И на всю жизнь, даже на пару месяцев дольше, чем жизнь Что касается кино и любимых каких-то художников В основном я слежу за татуировщиками Посматриваю художников Как они исполняют Больше за исполнением слежу, чем за конечным результатом каких-то художников Потому что мне интересен сам процесс, самая техника какая-то То есть мне больше это интересно Так как я до сих пор еще учусь делать татуировки Как бы это процесс очень долгий Можешь всю жизнь занять в тебя, учиться татуировки делать То есть нет какого-то пика В принципе, да, это искусство Я понял, большое тебе спасибо, Паша, за интервью Приятно было пообщаться Относитесь к татуировкам серьезно Это, безусловно, искусство, но они с вами останутся на всю жизнь Поэтому 20 раз подумайте перед тем, как, собственно, пойти к мастеру И будьте уверены, что это именно то, чего вы хотите Любите и будьте любимыми Берегите себя и своих близких Также большое спасибо всем тем, кто поддерживает мой канал на Патреоне Вы молодцы И помогайте этому каналу развиваться Спасибо Юре, он же Гриша Привет! Он иногда мне помогает со съемками Это бы я, что иногда Может быть, мы будем работать Да, это не исключено И, пожалуйста, репостните это видео Как можно большему количеству своих друзей Это очень поможет развитию и динамике канала Подписывайтесь на канал Art Blanche Тут я говорю об искусстве с позиции обывателя Разбираю жанры, направления И пытаюсь понять, какого же черта происходит в искусстве Еще у нас есть замечательный паблик ВКонтакте Где каждый день новые статьи об искусстве Подписывайтесь на Пашин Инстаграм Он делает интересные работы И напишите в комментариях, какие татуировки есть у вас или у ваших близких А у меня на этом все Спасибо за ваше внимание Адьос!